Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрия Прайнко на Финам.ФМ. Реальное время. Сегодня у нас интересные гости, интересная тема. И это несмотря на то, что пятница вечер. Я-то знаю, какие пробки сейчас в Москве. Поэтому мы и приглашаем такие знаковые фигуры в наш эфир в пятницу вечером, когда вы толкаетесь в пробках, а мы этим пользуемся. В хорошем понимании этого слова. Мы же не можем решить вопрос московских пробок. Зато мы можем вам интересную программу предложить на волнах Финам.ФМ. Политические прогнозы на 2011 год. Вот так практически философски называется тема нашего сегодняшнего разговора. Но я с каким удовольствием вам представлю гостей-то. Это шеф-редактор портала Кремль.орг Павел Данилин. Добрый вечер. И политолог Станислав Белковский, замечу, вовремя пришел. И не просто вовремя, да, а даже вот с таким небольшим запасом перед эфиром. Станислав, добрый вечер. Да, как говорил, собственно, герой Олега Даля в фильме «Приключения принца Флоризеля», я пришел сюда один, но значительно раньше вас. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. 65 10 99 и 6 номер нашего многоканального телефона. 3w.finam.fm – это наш сайт в интернете. Можно звонить, писать, высказываться, давать свои прогнозы, спорить и не соглашаться с нашими сегодняшними гостями, с теми темами, которые мы будем поднимать, теми вопросами, которые будем обсуждать. Господин Белковский, вот по вашему мнению, 11-й год интересный будет год с точки зрения политических процессов в России? Да, я думаю, не безинтересный, потому что это второй год перестройки. Второй год перестройки. Расшифровываете. Ну, первый год был предыдущий. То есть перестройка – это состояние души, при котором элиты, общество начинает понимать, что дело идет не так. Причем это понимание приходит к людям, которые являются плоть от плоти правящей системы и правящего класса. То есть не каким-то фриком и маргиналом, таким, как я, а людям, которые сидят на хлебных позициях и должностях в этой системе. Первым годом был предыдущий год, то есть по календарю первой перестройки Корбачевской, 87-й. И закончился он так же, как 87-й. Ну, там, с небольшой сдвижкой на два месяца, потому что в 87-м году Михаил Сергеевич Горбачев убрал Бориса Николаевича Ельцина, чем нанес сам по себе существенный удар в глазах всех тех людей, которые связывали с ним надежды на революцию сверху. И Дмитрий Анатольевич Медведев тоже нанес по себе удар в конце этого года, ничего не сделав для изменения судьбы Ходорковского. И тем самым тоже в глаза... А вы считаете, что он мог изменить судьбу Михаила Ходорковского? Одним махом. Одним махом? Да. Понятно. Мог. Это не значит, что он хотел. Это разные вещи, да? Да, конечно. Да, поэтому, соответственно, мы входим в 2011 год на фоне резко нарастающего отчуждения между элитами и Кремлем, такого же, как было при Горбачеве. Причем, я говорю еще раз, тут самый главный критерий перестройки — это отчуждение со стороны тех людей, которые, по идее, должны быть всем довольны. Так. Не старых врагов режима, да, а, так сказать, абсолютно мейнстримных людей. Слушайте, то есть вы хотите сказать, что элиты не воспринимают президента Медведева? Воспринимают, но как хороший добрый анекдот. Ага. Так, после 150. И не более. Грамм, я имею в виду. Хозяин в стране. Нет, при этом они хотят, чтобы он остался, безусловно, второй срок, вот этот парадокс, да? Ну, потому что, как и при Горбачеве, Горбачева к концу правления уже никто не воспринимал всерьез, но никто не хотел, чтобы вернулся какой-нибудь Сандропов. То же самое и сейчас. То же самое. То есть аналогии можно проводить. Такова позиция, что называется, для затравки Станислава Белковского, Павел, в вашем видении? Юрий Михайлович Лужков тоже не воспринимал всерьез Дмитрия Анатольевича Медведева. Что же до текущего года, то для меня лично наиболее важным событием будут, конечно, выборы. В Госдуму, да. А для политического мира в целом, нашей страны, конечно же, это будет выбор декабря, кто станет следующим президентом России. Это произойдет в декабре. Это произойдет в декабре. Точнее, это произойдет чуть-чуть раньше, но формализован этот выбор будет в декабре. Павел, а вы считаете, интрига еще есть? Интрига, безусловно, есть. Ведь мы знаем точно, что у нынешнего президента Дмитрия Анатольевича Медведева есть однозначное желание. Он, как успешный президент, хочет баллотироваться на второй срок. А Медведев успешный президент? Ну, президент, при котором Россия выиграла войну, при котором она вполне неплохо справилась с экономическим кризисом, при котором произошла практически полная ротация силовых структур, ну, по крайней мере, на звене чуть-чуть ниже высшего. Серьезная ротация губернаторского корпуса. Это успешный президент и сильный президент. И, конечно же, он хочет остаться на второй срок, когда он будет избавлен от некоторых обязательств, которые сейчас являются для него сковывающими, и сможет продемонстрировать свое президентство в полную силу. При этом есть национальный лидер Владимир Путин, который, возможно, захочет баллотироваться тоже. Это не должен все это звонить. Не тоже захочет баллотироваться, а, вернее, возможно, захочет баллотироваться в принципе. А вы допускаете это? Возможно. Станислав, скажите мне, пожалуйста, господину Путину нужно президентство в 2012 году, по вашему мнению? Думаю, что нет. И уж точно вместе они баллотироваться с Медведевым не будут. Нет, конечно, это всем понятно. Это нарушил бы весь цены. Ну, не всем почему. Я постоянно читаю уже много лет подряд, что будет несколько преемников, и тогда еще при Путине, и сейчас при Медведеве. Ну да, и называется некая абстрактная третья фигура. Допускается, да. Но при этом вы говорите, что Путину это не надо. Нет, я думаю, что ему это не надо. Почему? Потому что Владимир Путин не самодор, вопреки тому образу, который часто рисуют. Заголовок просто вот уже в газету, да, если бы работали в газете, значит, заголовок Станислава Белковский, двоеточие, в кавычках, Владимир Путин не самодор, многоточие кавычки закрываются. Да, действительно смешно. Это не тот человек, который, просыпаясь утром, решает, как, так сказать, что ему делать и с чем. Да, это системный игрок. По большому счету, это солдат. Система, который, в общем, не хотел быть президентом с самого начала, его уговорили, были определенные условия его президентства, все их выполнили абсолютно. То есть, опять же, вопреки распространенному мифу, я не считаю, что он чем-то обидел или подвел Бориса Ельцина, его семью, ельцинских оригархов. Нет, ничем не подвел. Ну и Борис Николаевич тоже не считал за самую свою кончину, что его, вот, мол, Владимир чем-то подвел или обидел. Нет, Борис Николаевич не считал. Нет, Георгий Сатаров мне вот в этой студии говорил о том, что в, ну, не на публике, что называется, а в узком, я уж не знаю, семейном кругу или кругу приближенных, он все-таки, Борис Николаевич, сожалел о своем выборе, но, опять-таки, этот факт... Сожалеть о выборе, это Михаил Михайлович тоже об этом говорил, что сожалел о выборе. Сожалеть о выборе или иметь условия выполненные на 100% это разные вещи. Михаил Михайлович Коседов тоже описывал, как Борис Николаевич призывал выбрасывать мобильные телефоны, чтобы Кровавый Габняев не прослушал. Я все-таки думаю, что здесь природная крестьянская хитрость и лукавство Бориса Николаевича скорее проявлялись. Мы же помним, как во время кампании 96-го года он рассказывал, как сажает картошку, да? Я думаю, что здесь тоже немножко придуривался в присущем манере, потому что Путин сделал для Эльцина все, что было необходимо. И вообще это, я думаю, что первый пример в русской истории, когда преемник ни в чем не кинул предшествия. Медведев выполнил договоренности? Да, и Медведев следует той же традиции абсолютно. Поэтому, когда ругают Медведева за то, что он не убрал путинских людей, что он не порвал Путина на части, то у меня сразу возникает возмущение. А почему он должен был это сделать? Да, ну вот я бы вас, например, назначил своим преемником. Да не дай бог. Еще более того, нет, здесь у вас еще нет 15-летних, 18-летних взаимоотношений. А у Дмитрия Анатольевича, у Владимира Анатольевича... Дмитрий Анатольевич ведет себя по отношению к Путину точно так же, как и Путин вел себя по отношению к Ельцину. И я хочу напомнить несколько вещей очень коротких. Что Путин до 2003 года тоже не воспринимался как самостоятельный правитель. Реальные рычаги власти были в руках Волошина, тогдашнего руководителя администрации президента. Говорили, что реальный... Нет, так оно и было. В меньшей степени премьера Касьянова. Что точно так же постоянно, только если сейчас либералы выполняют роль среды, которая говорит, ну вот Медведев должен развернуться или он никто, то тогда патриоты, государственники выполняют такую же функцию и говорили, ну если Путин не порвет Абрамовича на части, или если он не уволит Волошина с Касьяновым, тогда он никто. Путин до сих пор не порвал Абрамовича на части, а Волошина с Касьяновым хоть уволил, но Волошин как минимум остался в его ближнем кругу и одним из его друзей. Поэтому схема воспроизводится абсолютно так же, только вид сбоку. Ну а дальше-то, вот все-таки после первого президентского срока Владимир Путин произвел более такие решительные маневры. Да, я думаю, что так же будет и сейчас, что в рамках общей договоренности, опять же, не предполагающей наличия каких-то идеологических разногласий между Медведевым и Путином, на мой взгляд, их нет. Есть только некоторые стилистические расхождения, как между группой Любе и группой Deep Purple, скажем. Но тем не менее, они могут прекрасно спать в одном и том же концерте и ублажать слух одних и тех же людей. И есть только один психологический нюанс, который мне кажется важным, но не с точки зрения выполнения или не выполнения обязательств, а просто с точки зрения отношения к жизни. Что Путин приходил к власти, когда в стране царил хаос. И этот хаос пугал его изначально и до конца. Поэтому Путин боялся радикальных решений, каким бы брутальным он ни представал. Медведев, напротив, приходил к власти, пришел к власти, когда хаоса уже давно не было, о нем все забыли, и доминирующей идеей была стабильность. Поэтому он не боится радикальных решений. Стабильность, я напомню, которая уже немножко надоела к тому времени. Да, ну сейчас все надоедает. Путин не решил собрать Шаймеева, Рахимова и Лужкова, не потому что не хотел, а потому что считал, что риски, сопряженные с этим решением, превосходят выигрыш. А Медведев так не считал? Нет, но здесь, опять же, я, извините, прерву, все же, у Путина и перед ними тоже были некоторые обязательства, которые он давал им же во время установления нового формата работы Совета Федерации. Ну, когда приходили от выборов к назначению, да. Выборы, опять же. Ну, эти обязательства были бессрочными. Я предполагал, что они перейдут и на преемника. А тем не менее, преемник их легко похеривать обязательством. Вот. Поэтому вот это психологическое различие есть. То есть Медведев ведет себя по старой китайской пословице «Новороженный теленок не боится тигра». Ну, а дальше-то что? Ну, вот переизбрали. 2012 год, значит, как вы говорите, он начинает радикализироваться или продолжает свою пара. А дальше логику перестройки, как? Все идет в разнос, как и должно быть. И в этой системе координат тогда вместо Владимира Путина? Ну, я думаю, что Владимир Владимирович будет отползать. Отползать? Отползать. Именно потому, что он системный игрок и солдат. Он всегда работал на систему. То есть он даст добро на разрушение той системы, которую он создал за 10 лет? Нет, не даст. Просто это не в его власти. И не во власти ни Медведева, ни нашей с вами. Это логика перестройки. В системе начались саморазрушающиеся процессы. Да, совершенно верно. Саморазрушающие процессы. А можете привести пример? Ну, чтобы было слушателям понятно, почему система не просто там стагнирует, она вступила в свою финальную фазу? Ну, я бы не сказал, что он вступил в свою финальную фазу, он вступил в стадию саморазрушения, которая может проведаться достаточно долго. Но, впрочем, если мы вспомним 87-е и 88-е годы в Советском Союзе, то вряд ли мы с вами, например, верили в то, что Советский Союз развалится через несколько лет. Ну, в 87-м году, конечно. Я бы даже сказал, и в 89-м тоже. Да, больше того, даже ведущие идеологи Соединенных Штатов считали, что коммунистический режим вечен, и поэтому нужно выстраивать внешнюю политику США, исходя из того, что так оно и будет. И не пытаться его разрушать. Я читал выдержки из книги, которая еще пока не вышла, «Кандализа Райса». Да, она там откровенно признается, что для них это был шок, крах СССР. Потому что происходит то, что тогда, в позднем СССР. Тогда наступил кризис коммунистической идеологии, и неожиданно выяснилось, что коммунизм не в состоянии накормить своих адептов. Я имею в виду не низшие слои населения, я имею в виду секретарей ЦК. Потому что любой высокопоставленный коммунист жил хуже, чем простой обыватель в Западной Европе или в Северной Америке. Несмотря на огромный объем полномочий, который был у него в руках. Сегодня с этой системой происходит то же самое, только с ее главным идеологическим элементом — коррупцией. Выясняется, что коррупция, которая в начале десятилетия была стимулом развития экономики, потому что благодаря откатам, заносам, распилам все как-то вертелось и крутилось, превратилось в абсолютный тормоз развития всего, просто потому что размеры абсолютной коррупционного налога выросли до неподъемных величин. То есть когда откат становится не 10%, а 50%, собственно, никакая экономически разумная схема, сделка, в принципе, невозможна. Ну то есть это все закончится крахом, да, Павел? Вы согласны с этим? Стоит сам господин Белковского о том, что система вступила в некую финальную часть, финал непонятно когда, но саморазрушение уже во все идет. Конечно же, мы согласны. Наша система создавалась Дмитрием Анатольевичем вместе с Владимиром Путиным и будет достаточно наивно считать, что нынешний президент готов эту систему разрушить. Более того, все, что он делает, показывает, что он эту систему, наоборот, укрепляет. Он ее достраивает. Вот эта вертикаль, которая была выстроена, вертикаль сама по себе, эта вещь, она довольно-таки ненадежная, без подпорок. Так вот, Медведев выстраивает подпорки, чтобы эта вертикаль стояла вертикально. Она ему нужна? Она не просто ему нужна, а без вертикали президент не может ничего сделать. Но при этом тот же самый Медведев говорит о застое, о том, что там политические процессы вошли. Он говорит о симптомах застоя, которые действительно есть. Ну, посмотрите, ну вот у нас есть коммунисты, да? Ну, разве это не застойная партия? Что они делают вообще? Что они делают? Тут кто-нибудь знает, что они делают? Да, он мочил сортирую Единую Россию. Яблоко. Но ведь партии, которые дали все сейчас возможности выпрыгнуть, как черт из табакерки, что она делает? Она занимается какой-то мелкотравчатой деятельностью, ходит на похороны Егора Сверидова. При всем моем уважении к смерти, при всем моем уважении к этой дикой ситуации с наскоками представителей некоторых национальностей на москвичей, да, которые происходят, вот мы знаем. Но все-таки это не уровень Яблока ходить на похороны, вот и тем самым демонстрируя свой политический субъект. Об этом мы с Митрохиным поговорим в ближайший вторник. Я просто скажу, проанонсируют предстоящие эфиры с лидером Яблока. Он ко мне придет в реальное время. И, безусловно, я ему буду задавать все вопросы. Но, Павел, согласитесь, с другой стороны, если оппозиция политически импотентна или интеллектуально импотентна, то есть не может генерить неких антитез нынешней системе координат, которые вы ставили по прошлой логике Медведев с Путином или Путин с Медведем, здесь, по-моему, от перестановки мест слагаемых точно сумма не изменится. Но и партия неправящая. Ну, а куда деваться? Конечно же, если нет оппозиции, то и двигаться-то провластной партии тоже некуда. Ведь если нет спарринг-партнера, то любой боксер начинает сдавать. Если он там был чемпионом, то на КМС уже не потянет. Но вот о том, что говорит Белковский, о том, что заносы, выносы, вносы, освоение и так далее стало Ахиллесовой такой пятой для ныне правящего режима, в общем-то, это же тоже справедливо. Ну, согласитесь, размеры коррупции. Правда, учитывая, что с ней борются постоянно, там, посадки, вон, недавно иркутского вице-губера посадили за 40 миллионов. Вот уровень людей, которых берут... В Подмосковье, по-моему, еженедельно у нас что-то... У меня шокирует просто. Уровень людей, там, вице-губеры, мэры городов, депутаты, только губернатора еще не посадили, хотя вот отстранили одного из них. Вот, и... Но все равно берут. Берут на всех уровнях. А почему? Коррупция дикая. А потому что... Потому что возможность получить деньги в России вот этой криминальной рентой, да, превышает страх, который не лечет за собой наказание. Если ты за год можешь сделать... Обеспечить своей семье безбедную жизнь на 15 лет вперед, то ты потом можешь 10 лет отсидеть. А ты можешь это сделать, и, главное, у тебя нет опасений того, что у них все отнимут. Режим не предлагает решение этой проблемы. Режим предлагает решение этой проблемы, но поскольку государство наше в 2000 году устроилось на пакте, который заключила элита, которая представляет собой бюрократию и, там, политический бомон, да, и экономическую, там, бизнес-элиту, да, вот, то, безусловно, интересы элиты, в первую очередь, в России, и отстаиваются. А эта элита, она в течение этих 10 лет привыкла жить в том числе и за счет коррупционной ренты. Это ужасно, это факт. Более того, элита, она как-то очень сильно за счет этой коррупционной ренты и за счет того, что у нас произошло жутчайшее расстояние доходов, стала относиться к части, к тем людям, которые беднее или не имеют возможностей продемонстрировать свою принадлежность к элите, то есть не имеют синих мигалок, условно говоря, ну, условно говоря, совсем условно говоря, как к абсолютному быдлу. Это правда, это есть такое, то есть мы не можем от этого отказаться, того, что действительно... Но элита может в один прекрасный день получить октябрь 17-го года. Нет. То есть в лоб. Нет, не может, пока не может, потому что вокруг, вокруг этой элиты... Нет, если элиты относятся к собственному народу как быдл... Вокруг этой элиты слишком много кормится заинтересованных в существовании именно такой элиты, а те, кто совершенно не заинтересованы в существовании этой элиты и этого порядка экономического, не способны ни на какую саморезу. Ну, то есть лифтовое хозяйство работает. Там берут по-крупному, а внизу какие-то крошки достаются. И более того, даже в самом низу считается иногда, что там не подмажешь, не поедешь, да. Это проблема. Это правда. Я здесь даже не буду спорить. Шеф... Я напомню, у нас сегодня в реальном времени шеф-редактор портала Крема Лёрка Павел Данилина и политолог Станислав Белковский, 65 10 99 6 телефон многоканальный www.finam.fm. Ваши вопросы, комментарии, мнения. Участвуйте в нашем разговоре без купюры и без цензуры. Но вот, Павел, смотрите, меня сегодня вез один таксист московский, да, так получилось, что мне надо было срочно переехать из одного района в другой. И... А таксисты это вообще особый, да, такой вот народ. Тем более московские таксисты. И волей-неволей, значит, он мне начал рассказывать про житьё-бытьё и так вот в замахе прям говорят, ну, понимаешь, вот 18 лет Лужков был, да, им хороший, да. Всё было хорошо. А вот 18 лет прошло, вот до сих пор ещё народ, да, вот эта тема, ну, возможно, это связано с интригой этой недели по Пуду Латвии, да, и возникшие новые информации, поступившие, да. Но вот смотри, как рассуждает обычный московский таксист. 18 лет он был у власти, всем был хорош, да. Значит, затем от него все отвернулись, все застали камни и стали его пинать, кидать и так далее, и так далее, да. При этом дальше логика, вот, внимание, она железобетонная. Он воровал, человек говорит, да, но это, он считает так, я сразу добавлю, да, чтобы утверждать, если следственные органы и всё остальное должно, все процедуры пройти, но давал и другим, да. Вот я теперь хочу понять, если мы признаем, что нынешняя элита по своей сути вороватая, мягко говоря, да, то зачем, в общем, тогда убирать тех людей, которые олицетворяют эту самую элиту? Ну, что это за такие тектонические телодвижения в сторону, или здесь всё персонифицировано и дело было вот конкретно в личности бывшего московского мора? Давайте честно только признаемся друг другу, ну, что это неправда. Не был он 18 лет, всем хорош. Ну, просто достаточно вспомнить 99-й год. Вот вспомним 99-й год и Доренко вспомнил. Не был же он тогда хорош. Против него велась жуткая война, потому что тогда Лужков выступал как дезинтеграционная сила. После этого, да, действительно с ним был заключён некоторый, опять же, тот самый пакт, о котором мы со Станиславом говорили. Вот. И какое-то время он не высовывался особо, действительно выстраивал ту самую систему, при которой он сам воровал, давал воровать якобы другим. Но кто это другие были? Это была очень узкая прослойка. очень узкая прослойка московской элиты и связанных с ними бизнесменами. То есть им стали недовольны люди, которые не могли подступиться к этому. Таксисту, который возил вас, ему всё равно. Он там свой бизнес особо не открывает. А вот я меня возил другой таксист, который вынужден был стать таксистом, потому что его магазин закрыли вот эти самые люди, которым выдавал воровать Лужков. Вход в московский бизнес сейчас по меньшей мере 100 тысяч долларов. Откуда такие деньги? Просто вход в московский бизнес. Ну там, может быть, на рынок прийти, может быть, дешевле, но на рынке особую прибыль не дает. То есть открытие малого бизнеса какой-то точки своей. Открытие малого бизнеса в Москве по меньшей мере 100 тысяч долларов. Это очень большая сумма. Вы знаете, я услышал тут еще одну такую реплику, что отставка Лужкова была ко времени, потому как общество уже устало. Ну, бывает такой вот фактор, да? У нас в России от любви до ненависти, как известно, один шаг, а может быть, и полшага. Станислав, вот я хочу вас тогда спросить, а может ли быть такая ситуация, когда общество устанет от Владимира Путина? В тот момент, когда его уволят. Потому что в России именно так и принято. Когда человек в фаворе от него не устаешь, он просто постоянный источник энергии на тебя смотришь, на него завороженно и влюбленно, но как только вдруг неожиданная верховная власть говорит, что все, ты сразу понимаешь, что ты давно это знал. Владимира Путина нельзя уволить. Давно устал. Подождите, почему? Потому что должность национального лидера это не должность, это позиция, которая достигнута ему за то, что он нас тогда спас, всю страну спас. За это он получил эту вот позицию. Неважно, как к нему бы не относиться, но с этой позиции не увольняет. Его можно уволить с поста премьер-министра, и мы все понимаем, что это можно, но пост премьер-министра это должность, но он не перестанет быть национальным лидером. Здесь я к сожалению придешься с положенной точки зрения, что, во-первых, сам по себе дискурс, контекст национального лидера уже, мне кажется, подострепался, по мере того, как Медведев набирает обороты и становится более очевидной его претензии на второй срок. А уж когда Владимир Иванович потеряет должность, то и, конечно, вместе с ней уйдет в вечности статус Ельцин. Нет, ну, он отправлял Ельцин в оппозицию, в небытие, да? В небытие, а не в оппозиции, тогда оппозиция не существовала. И, между прочим, Ельцин смирился тогда, абсолютно смирился с тем, что... Да, но Ельцин не был национальным лидером в момент увольнения, он просто был неким источником надежд. Владимир Владимирович, на мой взгляд, на сегодняшний день источником надежд не является. А что, мы обсуждаем, что Владимир Владимирович собирается увольнять, что ли? Это не прогноз на 2011 год. Нет, ну, может быть, это прогноз 2012 год, но это вопрос формулировки. Владимир Владимирович сам отползет, и все нормально. Я не... Подождите, Станислав, я не понимаю фразу отползет. Что значит отползет? Оставит борозды правления. Господин Данилин говорит, невозможно уволить с вот этого звания, да, будем так, национальный лидер, да, можно уволить с поста премьера. Вы допускаете, что в 2012 году вполне это может произойти, да, но чтобы это произошло, действительно, Владимир Путин должен начать некий дрифт, да, как вы говорите, отползать. Как? И от чего? От рычагов управления, которые будут передаваться молодым. Объявить публично, я ухожу? Вот от рычагов управления, Станислав, ну, это какие рычаги? Мы имеем в виду что, экономику? Мы имеем в виду все. И политику, и экономику. Не хочет господин Белковский колодца, что он имеет в виду? Нет, ну, все имеем в виду. А что, собственно, чем рулит Путин сегодня? Стас, ну, как это вот по жизни? Вот по жизни. Я ухожу, нет, такого заявления не будет. Нет, ну, будет сказано, что Владимир Владимирович остается национальным лидером, это будет официальным мифом его ухода. Да, поэтому он уйти не может, потому что нельзя обидеть Владимира Владимировича. Он очень обидчив. Человек обидчивый и мнительный. Зачем обижать человека? Тем более предпенсионного возраста. Это не надо. Нет, он остается национальным лидером. А просто пост премьера, как менее значимый, занимает кто-нибудь, какой-нибудь молодой, бодрый человек, типа Игоря Ивановича Шувалова. Но де-факто, конечно, это будет значить уход Путина, потому что в России так властная система устроена, что власть приписана к должности, а не к личности. Пока личность на должности, у нее есть власть. И соответственно происходит резкое мощное обслужение. Станислав, власть приписана к должности. Должность премьер-министра Касьянова и должность премьер-министра Путина одинаковы. Не совсем, но тем не менее... По-моему, должность одинакова, а... Нет, нет, тем не менее. Когда Касьянов был премьером, он решал многие вопросы и воспринимался элитными более чем серьезно и уважением. Как только он перестал им быть, очередь в его приемной сразу рассосалась, несмотря на то, что многими он оценивался как весьма эффективный премьер. Хорошо, если рассмотреть с другой точки зрения... И так было со всеми президентами и премьерами. Это парламентский год, да, выборов Государственной Думы России. Я хочу понять, вот, ну, бог с ним, с Владимиром Путиным, да, значит, устоит, не устоит, уйдет, отползет. Вот, явно не в 11-м году точно, да, значит, по крайней мере, ему надо довести Единую Россию до, вот, декабрьских выборов и постараться взять максимум того, что можно было взять, потому что впереди пятилетний, да, теперь уже парламентский срок. Вот, по вашему мнению, господа, если у оппозиции, мне не важно, системный, внесистемный, вот господин Данилов, в общем-то, обрушился с критикой на коммунистов. Я, в общем-то, с ним солидарен, потому что коммунисты не генерят ничего. Справедливая Россия не генерит ничего. А ЛДПР, ну, очень вообще сложно судить о течении этой партии. Она сгенерила Жерновского, и после этого ей генерить ничего не нужно. Да, значит, внесистемная оппозиция, вот я встречался на этой неделе с Борисом Немцовым, вчера был Эдуард Лимоновым, да. В общем-то, все скатывается к одному-единственному лозунгу. Путина в отставку, да? Почему скатывается? Давно скатилось. Это было еще в 2004 году. Смотрите, я хочу как избиратель, да, потенциальный, который пойдет на выборы в декабре, а я пойду на выборы, какие бы они ни были, да. Может быть, создам прецедент, такой же, как Митрохин создал на своем избирательном участке, где он проголосовал. За себя проголосуется? За себя, да. Ну, или за ту партию, которую подержу, да. И я вот хочу понять, вот эта интеллектуальная импотенция, она с чем связана? Вот я хочу услышать, кроме лозунга Путина в отставку, нечто еще, я не знаю, антитезу к тому, что сейчас предлагает Единая Россия. Я могу с ними не соглашаться. Я хочу объяснить, господи, с монархическим сознанием, которое присуще оппозиции точно так же, как и право властным кругам. Что в России за всю историю существования было только два сценария передачи власти. Первый династический, монархический, от отца к сыну, от предшественника к преемнику. В чем не важно, что сын мог убить отца или полностью противоречить ему идеологически. Важно, что внешне это выглядело как ритуал передачи власти в рамках династии. И легитимность определялась именно этим ритуалом. Или революция. Но в отличие от Европы, скажем, революция в России происходит не после, не до развала власти, а после. И является не причиной краха власти, а следствием. Вот власть распадается, и потом учебники истории пишут, что это революция. То есть власть подбирает тот, кто оказывается в нужное время в нужном месте. Собственно, именно поэтому Ельцин и вернулся в конце 90-х. Если бы советская власть не рухнула, Ельцин бы исчез. То есть еще пять лет Советского Союза, а Ельцин никто бы и не вспомнил. Он вернулся именно потому, что власть распалась, и он оказался в нужное время в нужном месте. Поэтому наши оппозиционеры тоже хотят получить власть династическим путем. Они хотят получить из рук президента Медведева. Не путем его свержения. Да, путем как-нибудь, чтобы вот заменили нынешних и их поставили. Соответственно, чтобы это сделать, нужно просто создать искусственную проблему в виде Путина. Проблема абсолютно искусственная. Ну, то, что уберут, вот, есть сайт, Путин должен уйти, да. На нем за полтора года проголосовала за ставку Путина порядка 70 тысяч человек. Я считаю, что количество тех, кто не любит Путина в России, ну, как минимум, на два порядка больше. И даже я, который, безусловно, не отношусь к Путину безо всякой симпатии, как к лидеру, не как к человеку, да, не подписался на этом сайте. А почему я не подписался? Слушай, я считаю, проблема абсолютно надуманная. Ну, хорошо, идет Путин, будет Шувалов или Кудрин или Пупкин из этой же команды. И что изменится? Ничего. Да, потому что система останется неизменной. Да, но оппозиционерам легче думать, что власть им кто-то даст вот в рамках нынешней системы, поэтому вот создается ложная... Соответственно, они не могут генерить никакой антитезы и вот... Ну, не хотят. Я с уважением отношусь к Бори Немцову и к Эдуарду Лимонову. Но мне кажется, что они сами себя загнали вот в этот парадигму, что во всем виноват Путин, абсолютно неправильно. И это застит им глаза и не дает возможности творчески развернуться. Павел, а вы как считаете, в чем причина? Здесь есть и то, о чем говорил Станислав, безусловно. То есть, как бы, здесь абсолютно можно солидаризироваться. Есть еще два момента. Первый момент — это медиакратия. Медиакратичное сознание нашей оппозиции, они уверены, что для того, чтобы победить, они должны быть в телевизоре. А чтобы быть в телевизоре, они должны говорить то, что понравится условному избирателю, которому они представляют себя в голове. В голове они себя представляют избиратели, которые ходят на сайт и подписываются под Путин «Уходи». То есть, круг этих избирателей очень низкий. Это очень такой, знаете, суженый вариант рассмотрения. И самое главное, что реально те месседжи, с которыми они обращаются к электорату через телевизор, они имеют доступ к телевизору и к радиоэфиру имеют доступ. Они затрагивают души очень узкого числа людей. Это первый аспект из тех двух, которых я хотел сказать. И второе, это непонимание того, что же они хотят в итоге сами сделать. Вот, ну, та же, условно говоря, справедливая Россия. Ну, вот, они знают, что они против единой России. А что они хотят дальше? Где тот образ, который они готовы предъявить нам? Несистемная оппозиция однажды взяла и предъявила такой образ. Я его увидел в виде альтернативного состава кабинета министров во главе с любителем бегемотиков Асовцевым. Вот это был альтернативный образ будущего, да, где вот кабинет министров, да, состоит из Каспарова, Асовцева и прочих вот людей, изрядно порядочных, рукоподаваемых и очень интеллигентных во всех смыслах этого слова. Вот это вот образ будущего. Это такая, знаете, патовая ситуация. Образ будущего, который как-то совсем неприятен, честно говоря. А коммунисты, а справедливая Россия, а ЛДПР, а яблоко, вот казалось бы, у яблока сейчас реально все перспективы есть. Получить 6, а может быть даже 7, 8 процентов и снова выставить партией интеллигентных. Есть лицензия, по крайней мере, на участие в выборах. Да более того, более того. У нас же сейчас все просто. У нас есть 100 процентов. У нас есть 100 процентов, которые не делятся на тех, кто не пришел, на тех, кто проголосовал против. У нас 7 партий и 100 процентов голосов. Единая Россия при всем своем желании, даже при лидерстве Путина в списке, а скорее всего это будет лидерство, ну 64, 63, 62, может быть меньше 60. Но хорошо, остальные 35 процентов, 40 процентов, ну куда пошли? То есть есть за кого бороться? 15 КПРФ, 15 КПРФ, а остальные, вот здесь, конечно же, у яблока есть за что бороться. Правое дело, понятно, им не за что бороться, у них есть Гозман, и этого достаточно. Вот, но у яблока тут есть за что бороться. Патриотам России не за что бороться. Все понятно с патриотами России. Но вот есть яблоко, есть справедливая Россия, ЛДПР. У них три партии, три партии, и на них на всех приходится 21 процентов голосов. Возможно, такая импотенция связана с зачисткой, которая была продана. Нет, я просто говорю, что даже по цифрам, бьющимся цифрам, понятно, что люди имеют возможность претендовать на прохождение в Думу. Серьезное прохождение, с целой фракцией. Ну покажите, с чем вы туда придете. Где ваш образ, с которым вы туда приходите? За что за вас должны голосовать? Ну, сложно не согласиться, потому что действительно для меня был очень большим шоком приговор Хамсу, да. Значит, по поводу Михаила Ходорковского. При этом мне понравилось высказывание Александра Рара. Ну, говорит, по первому сроку нет вопросов. Есть за что. Но, собственно, скамейка должна была быть единственная расширена, если уж мы говорим о некой справедливости. Но, что касается второго приговора, это бьет, что называется, очень больно и сильно. Но, вот понимаете, второй вывод минувшего года для меня был. Это, опять-таки, я не хочу пафосно это произносить, но скажу, это интеллектуальная импотенция по отношению действительно к режиму Путина, Медведева и к той системе, которую они создали. Но не вижу я антитезы. Может быть, я вот не вижу ее просто. Но Старистович сказал, что они хотят прийти и ставить место единой России. Вот и все. А суть не изменить. А, конечно же. Ну, в большом счету, нет. Некоторые люди, нет. Понимаете, содержательно, там есть о чем говорить. Есть, так сказать, как и в единой России, есть целый пакет... Российского консерватизма? ...идеологических документов. Так он есть и в оппозиции. Проблема не в этом. Но они под эти документы же голосуют. Проблема именно в том, что в России нет никакого третьего варианта смены власти, кроме мною двух упомянутых. Династического сценария революции. Поэтому оппозиция может прийти к власти в случае развала нынешней системы, да. Или получить власть из рук этой системы. Но не на демократических выборах. Поэтому в этом смысле я к тем, кто к выборам относится скептически, с ними полностью солидарен. Я сам не пойду на выборы другим, не советую. Это не призыв, это мнение Станислава Белковского. Значит, давайте теперь со слушателями будем общаться. www.finam.fm 651099.6 Это средство коммуникации. Марина пишет, что в Москве происходит элементарный передел собственности. Если не произойдет изменение системы управления, то у детей нынешних правителей подрастут свои дети, которые будут действовать как их родители, и перераспределение собственности продолжится до многоточия Туниса. Не так ли? Не так. Если не произойдет система управления, изменения, то мы с вами в пробках и уже через два года встанем все вместе с Москвой со всей. И никаких там детей и так далее ничего не будет. Будет просто коллапс абсолютный. Поэтому, безусловно, мы вынуждены просто по факту, потому что мы здесь живем, мы живем в этом мегаполисе все. Мы вынуждены сейчас менять то, что может быть хорошо было 10 лет назад, что может быть было прогрессивно 20 лет назад. Но сейчас это все, это уже не работает. Ну, понимаете, меня все равно возмущает фраза некоторых экспертов, которые в эфире за эфиром говорят, почему московские уличицы в этом году в этой зимой не чистятся? Ну, потому что пришел Собянин, да? И происходит перераспределение рынка там и так далее. Вот понимаете, я не наивный человек, но мне режет ухо подобные вот выводы. Ну и что, что сменилась власть? А, преемственность, Б, бизнес. Но у нас все скатывается именно к переделу. Ну, кусочек мне, кусочек тебе, кусочек отнимем у второго. Павел пишет, тезка ваша, слушаю не сначала, прошу прощения, если что-то пропустил. Вот разговор о Путине. И представим такую ситуацию, такой вопрос утопии. Партия власти проигрывает выборы реально по всем статьям, замечает Павел. Невероятная коалиция противников власти. Есть ли шанс, что они уйдут? Вы допускаете, господин Данилин, что партия, ну, мне тоже не нравится это выражение, ныне правящая партия, потерпит поражение на выборах. Ну, как же так может быть? Ну, вчера вот Лимонов говорил, что они все объединились против моей партии «Единая Россия», то итог будет. Во главе которой стоит Владимир Путин. Ну, это и где они? Где они, где Владимир Путин? За кого будут голосовать? За Лимонова с Гозманом? Да не будут голосовать за Лимонова с Гозманом. Будут голосовать за Владимира Владимировича Путина. Будут за него голосовать. Станислав, вы как? Я думаю, что Путин уже принадлежит к прошлому. Никаких надежд, связанных с ним, ни у кого нет. И обязательно проголосует за Лимонова с Гозманом. Но только при одном условии. Что по Первому каналу скажут, что Путин больше не власть, а Лимонов с Гозманом могут на нее претендовать. Как это и было в конце 80-х годов, когда Ельцин составил реальную альтернативу Горбачеву. Вы хотите, чтобы Елена Андреева в программе «Время» вот это произнесла, и тренд изменится по щелчку. Понимаете, вот я помню 99-й год, я даже сам как технический исполнитель в этом немного участвовал. Судьба Блока Отечества «Вся Россия» Юрия Михайловича Лужкова и Евгения Максимовича Примакова. Чем была важна программа «Даренко» на Первом канале? Не тем, что она рассказала... Которого, кстати, Павел сегодня вспоминал уже. Не тем, что про Примакова и Лужкова сказали, что это ужасное. Такое, что поразило бы народ в самое сердце. Нет. Она была важна только одним. Что народ услышал, что по Первому каналу мочат Примакова и Лужкова. Да, сказал народ вначале. Значит, они не власть. А раз они не власть, то это совсем другая ситуация. Не будем за них голосовать. Вот если народу объяснят по Первому каналу, что Единая Россия — это не власть, и делать с ней все, что хотите, то и она ей проиграет выборы. Но пока этого не произошло, то в рамках династического сценария независимого... То есть сколько бы ни консолидировались оппозиционные системные, внесистемные силы, ничего не... Только развал системы как таковой, которым найдет силу внутренних интенций, а не потому, что кто-то извне ее обрушивает, да, и в силу именно того коррупционного налога, который зашкаливает, и парализует эту систему, да. Только развал системы дает возможность на приход к власти в оппозиции. И кто там окажется? Это совсем другой вопрос. Можно сказать, кто угодно. Что, в 89-м году мы бы сказали, что Гаврил Попов станет начальником на Москве? Это было бы абсолютно смешно. Но через два года это случилось. Поэтому, возможно, все. 65, 10, 99, 6, www.finam.fm Станислав Белковский, Павел Данилин, «Реальное время» на «Финам.фм». Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте, представляйтесь. Добрый вечер, меня зовут Игорь. Мне кажется, что ваши гости делают две ошибки. Первый по поводу выборов, почему народ голосует за Путина. У нас народ голосует за меньшее зло. То есть Путин – это меньшее зло, чем все остальные политики, перечисленные в вашей передаче. Это как бы первое. А второе, вторая ошибка – то, что вы рассматриваете Медведева как самостоятельную фигуру. То есть это промежуточная фигура, с помощью которой Путин просто расчистил поле. У него были обязательства перед Лужковым, еще там кем-то, Рахмоновым, еще кем-то. Он сам их убрать не мог, просто потому что им что-то пообещал. Об этом мы, естественно, ничего не знаем. Он привел человека, который изображает из себя самостоятельную фигуру, расчистил поле, убрал ненужных, бросили и всех прочих. И потом, выполнив свою грязную работу, уйдет. Вот и все. А дальше-то что? А дальше будет пройдет опять Путин. Спасибо. Спасибо. Господа, что скажете? Ну, я в самом начале... В сравнении, конечно, Владимира Путина с меньшим злом, это... А потом, собственно, ну хорошо, кому-то кто-то расчищает дорогу. В политике так не бывает. Так не бывает. Просто это довольно-таки наивное представление. Нет, должна быть финальная цель. Да. Даже когда ты расчищаешь дорогу. Расчищение дороги для 12-го года Путину, ну это как-то... Практически императорские полномочия на расчищение авгиевых конюшен не даются. И никто не дает такие... Ну, собственно, я даже не знаю, что здесь сказать. Ну, вот Станислав говорил о том, что Игорь Бачева, да, в свое время, вот это слабое правление, никто не рассматривал всерьез. Ну, понимаете, мне... Ну, супер, да, ну, в начале рассматривали. Мне прикид, на самом деле, фраза наших словочистых слушателей о том, что там Дмитрий Медведев — это промежуточная фигура. Вот мне представляется, шиш-то там. Ну, вот милиционеры сейчас и в армии, милиционеры и армейцы, они вот знают, какая промежуточная фигура Дмитрия Анатольевича Медведева, когда там у них всех там поувольняли, кто-то там пострелялся и так далее. Вот они, спросите у них, они вам скажут, какая проходная и промежуточная фигура Дмитрия Анатольевича Медведева. У них там все там сейчас переменено и переколбашено. Ну, вы знаете, очень важный показатель, что об этом говорит представитель Единой России, потому что, условно, это отражает и настроение в соответствующих местах. Я же неспроста вас пригласил двоих. Это же неспроста. Да, как говорил известный политолог. Я хочу сказать, что с первых дней пребывания Дмитрия Медведева на президентском посту, когда все говорили, что он фигура промежуточная, временная, несерьезная, я говорил о том, что человек, который в России сел на трон, такой фигуры быть просто не может. Независимо от личных качеств. Это вообще не вопрос персонально. Это вопрос того, что власть привязана к должности, как мы здесь уже говорили. И тот, кто является монархом, неизбежно концентрирует в своих руках властные полномочия. Даже при наличии национального лидера. Я говорю, дискусс национального лидера, по моему, почти уже... Вы знаете, Диоклетиан сожжал капусту, но при этом он был национальным лидером. Человек может быть каким угодно моральным авторитетом, да, но в России, именно в России, тут в разных странах, в разных цивилизациях, все может быть по-разному, но именно в России моральный авторитет не конвертируется в политическую власть. Конвертируется только трон. И в этом смысле, конечно, Медведев, я думаю, пойдет на второй срок. Я думаю, что на втором сроке уже более свободные от технических обязательств перед предшественником, он там больше расставляет своих людей. Но это не имеет никакого вообще большого принципиального значения. Если даже Путин вернется, он будет реализовывать Медведевскую повестку в основном. Я прошу прощения, я, наверное, забегу чуть вперед и не дам кому-то там, может быть, один звоночек сделать. Но дело в том, что повестка не Медведевская, не Путинская. Мы уже вошли в ситуации, когда у нас 2012 год будет повесткой объективной. Здесь неважно, Медведев, Путин. У нас заканчиваются деньги в резервном фонде, уже закончились практически. Мы подходим к ситуации, когда у нас большие проблемы с исполняемостью бюджета и с наполняемостью бюджета. У нас большой дефицит довольно-таки. Мы входим в объективный период, когда мы будем объективно иметь тощие года при тощем бюджете. И это вне зависимости от Путина, от Медведева, от Лимонова. Неважно. Мы входим в объективную повестку, которая задает сама по себе значение и сама по себе задает параметры работы. В следующем году это будет не самый лучший год. При этом мы еще имеем... Не забывайте, что у нас есть внешний фонд с американцами, у которых тоже будет пересменка в следующем году. Она будет совсем непростая. Американцы в следующем году будут совсем не такими добродушными, как мы привыкли видеть за последние полтора года. Ну, условно, добродушными в кавычках. Хотя в следующем году они будут очень резкими. Внешний фактор будет минимальный. Для нас он будет очень важен. Очень. Американский фактор будет очень важен. Конечно, потому что легализация российских элит на Западе это важнейшая задача Медведева. И он не может это игнорировать. Это вопрос вопросов, ради которого, собственно, элита на него и ставит. Если он не сможет с этим справиться, то о чем же он отвечает в лучшую сторону? Легализация наших элит на Западе, Станислав, мы все видели на этой неделе, когда Латвия показала, как мы там легализованы. Нет, она показала именно проблему. Очень хорошую. Павел Данилин, Станислав Белковский, Реальное время, Финамо ФМ. Добрый вечер, вас как зовут? Роман, добрый вечер. Да, добрый. Вы знаете, у меня, наблюдая на все происходящее, склад впечатления, что вся оппозиция и все так называемые, в большей или меньшей степени организации, которые образуются, они формируют так называемую имитацию бурной деятельности. Да, на самом деле они являются техническими исполнителями при правящей власти. Не более того. Расшифровывайте. Техническими оппонентами вы хотели сказать, Роман, да? Что? Техническими оппонентами вы хотели сказать? Да, да, да. То есть, реально они ничего себе не несут. Создают видимость так называемой демократии. А Единая Россия создает видимость бурной деятельности, как правящую? Нет, бурной деятельностью создается как раз и оппозиция. А Единая Россия, она правит и правит. — А вот ее правление, я хочу тогда понять, в чем заключается. Вот как вы его ощущаете на себе? — Ужасно. — В чем заключается? Ну, поясните, Роман. — Ну, смотрите, смотрите, вот последние инициативы, которые, касающиеся образования, например, да, я, честно говоря, мягко говоря, шокировал. — Роман, а вам нравятся наши школы, Роман? Вот современные школы? — Да ужас, ужас. ЕГЭ — это вообще надо... — Ужас, ужас. И надо этот ужас оставить, да? — Нет, его надо менять кардинально. — Ну, так а чем-то вам тогда инициатива не нравится по изменению нынешнего ужаса? — Ну, скажите, пожалуйста, вот еще раз... — Я просто поясню. Павел Данилин, да, значит, вот так уже сказал господин Белковский, это Единая Россия, чтобы было всем понятно, да. — Я понял. Я понял. Суть в том, что единый государственный экзамен, что он в себе несет? Да, я сторонник того, чтобы... Я не знаю, назовите это как-то по-другому, но вернуться к той социалистической системе, когда надо было писать сочинение, выбирать тему по билетам и так далее. — Роман, вы поймите, ЕГЭ — это не знание, а просто оценка знания. Это инструмент оценки. Не важно, какой будет инструмент — сочинение или ЕГЭ. Важно знание. Какие будут знания. Вот знания нынешней школы не дают. Нынешняя школа — это прозябание детей на скамейке. — Ну, у меня тогда вопрос. Вопрос, наверное, тогда к форме обучения, к содержанию обучения. — Конечно, безусловно. Не к форме экзаменации, а не к форме того, какой ЕГЭ пишешь. Кстати, между прочим, ЕГЭ не вполне нормальный. Я сдавал ЕГЭ специально, вот очень часто ЕГЭ по истории. Там раз в неделю беру, там специально пишу по обществознанию. Нормально. Ну, может быть, там не идеально, но в целом нормально. Вопрос к тому, какие знания у детей. А дети писать по-русски не умеют. Возьмите, откройте сочинение, там автор жжет — это еще нормально. Там вообще ошибка на ошибке. Люди банально безграмотны. А мы о ЕГЭ говорим. Проблема не в ЕГЭ. Проблема в том, чему детей учат, а детей учат ничему. — Ну, смотрите, кстати. — Спасибо, Роман. — На репутацию, прозвучавшую в программе, Виталик пишет вопрос, что называется, оппозиция все-таки генерирует некие идеи. Например, доведение до конца расследования по воровству на В-100. А если такие случаи были зафиксированы, не показать ли это самостоятельность оппозиции? — Это не оппозиция. Это Алексей Навальный, хороший, достаточно мой знакомый, который занимается гриммейлом. То есть он, как миноритарный акционер, занимается, во-первых, апгрейдом себя, созданием собственного имиджа. Во-вторых, не дает дремать большим нашим крупным монополием. Это не оппозиция. Это хорошая, правильная работа, нужная нашей стране, я считаю. — Несколько вещей. Первое. Значит, Единая Россия не правит страной. Здесь, я думаю, оценка слушателей не вполне верна. Единая Россия — это инструмент власти. Поскольку в России существует парламент, то правящей лице нужен какой-то инструмент в этом парламенте. Вот Единая Россия таким инструментом и является. Мы за последнее время, особенно при Медведеве, часто видим, как один кремлевский звонок и позиция Единой России меняется напрямую противоположную. Какая же это правящая партия? Нет, она не правящая. Второе. Что касается Навального, то он, безусловно, оппозиционер, по своим взглядам. Я тоже хорошо его знаю. И очень хорошо, что мы его здесь помнили, потому что я думаю, что это оптимальный кандидат от оппозиции на президентских выборах 2012-го. — Санислав, вы напомнили серьезно? — Я думаю, не 2012-го, а 2000... — Ну, начинать надо в 2012-м, а заканчивать и провести к власти уже, когда система рухнет, потому что, как мы уже сказали, все остальное в России не имеет значения. — Я считаю, не нужно делать фальстарт. — Не имеет значения, да, это самое... Все равно, если система не рухнет, то оппозиционный кандидат не придет к власти. Он придет к власти, только система рухнет. А в каком году она рухнет, это уже второе вопрос. — Система не рухнет. Мы сделаем для этого все, потому что рухнувшая система сделает жизнь людей, которые сегодня звонили, ужасной. — Я сейчас, вот, Коль скоро, господин Белковский, на полном серьезе, заявил о том, что Алексей Навальный может быть таким неким объединяющим кандидатом, да, от оппозиции. — Хотелось бы, не может, а хотелось бы. — Хотелось бы, хорошо. Тем более, по-моему, то ли во вторник, то ли в среду он у меня будет в эфире на следующей неделе. — Отлично. — Вот вы его и спросите. — Вот я обязательно об этом его спрошу, но я хочу сейчас очень быстро, буквально две минуты, будет идти голосование. Вы, вот на полном серьезе, я почему и спросил, да, Белковского. — Абсолютно, абсолютно. — Вы знаете, что он выиграл выборы мэра Москвы, организованные коммерсантом и газет РУ. — Да, коммерсантом там и так далее. — Чтоб я бы не называл эти выборы виртуальными, потому что все-таки согласитесь, что и коммерсанты газеты РУ — это очень мейнстримные СМИ. — Но согласитесь, с определенной аудиторией. — Ну вот, тогда... — Тем не менее, это именно та активная часть общества, которая определяет тренда, как я сегодня говорю. — Значит, вот смотрите, гипотетическая ситуация кандидатов президента России Дмитрия Медведева и Алексея Навальный. — Вы проголосуете за Медведева 55-33, буква А. — Значит, за Дмитрия Медведева 55-33, буква А. — Вы поддержите Алексея Навального 55-33, буква Б. — Еще раз, значит, гипотетически, но на полном серьезе. Значит, два кандидата, я не знаю, второй тур, да, значит, или первый тур. Ну вот мы вам предлагаем два кандидата тура. — Значит, кандидат Дмитрий Медведев. — Вы за него, вот память, о чем говорили сегодня эксперты, 55-33, буква А. — Голосовать всего две минуты, всего две минуты. Дмитрий Медведев 55-33, буква А. — Алексей Навальный 55-33, буква Б. — Алексей Навальный 55-33, буква Б. — То есть доставайте мобильники и очень быстро сейчас принимайте участие в голосовании. — Это не репрезентативно, это не социологически. Это будет ваше мнение, слушатели реального времени. — За Медведева 55-33, буква А. — За Навального 55-33, буква Б. — 65-10-99-6, телефон, www.finam.fm. — Сайт, оп, и я скинул с телефона звонок. Уж прошу прощения у наших слушателей, значит, читаем дальше письма. — Валерий, а вам не кажется, что все можно объяснить очень просто? — Главный в стране видит, что подчиненные идиоты. Я вам цитирую письма, вы знаете, да, как они приходят. — Потому что вот сегодня уже Павел тут и быдло вспоминал и так далее. — Ну вот Валерий пишет. — Идиоты, но поскольку других нет, то у него два варианта — делать вид, что все хорошо или просто уйти. Проблема в том, что главный тоже некомпетентен. — Здесь надо решить, кто у нас главный. Я считаю, что власть принадлежит деньгам, финансово-промышленную группу. Путин является модератором и менеджером этой системы, но не более того. Поэтому представлять себе, что он принимает все решения и определяет облик системы — это не верно. — Идем дальше. 65, 10, 99, 6. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас звать? Алло. — А, добрый вечер. — Добрый. — Меня Павел зовут. — Павел, если можно, лаконично. 57 минут уже, да? — Да, хорошо, очень лаконично. По поводу, наверное, я не успею проголосовать, но гипотетически, как бы назвали. — Не давите на аудиторию. Я Данилину видал. Не давите на аудиторию. Так они голосуют. Активно голосуют, да. — Хорошо, я вкратце. Мне кажется, что у нас все вот разговаривают о векторах развития России с точки зрения оппозиции, с точки зрения правящей, даже не партии, наверное, а пати. Мне так, наверное, больше нравится с точки зрения правящей пати у нас в России, с точки зрения Америки. Мне кажется, вот лучше было бы показать нам всем в стране с точки зрения втереотносительности некой камеры такой, висящей в абстракции, чтобы она увидела истинное направление движения России, и уже на основании вот этого истинной точки зрения уже вырабатывать то, что нам следует делать. Потому что вот каждый тянет одеяло на себя, и у кого больше электора, кто больше произойдет голосов, но не туда мы движемся. — Спасибо. Значит, пользуясь, как меня один из коллег назвал либеральным диктатором, да, значит, вот у нас остается буквально минуты до завершения программ, поэтому вы хорошо голосуете, но я хочу еще больше, да. У меня ни Цик и ни Чуров, поэтому мне нужны результаты. Значит, вы за Дмитрия Медведева. То есть второй тур, гипотетически, второй тур президентских выборов России. Вы за Дмитрия Анатольевича Медведева. 55-33, буква А. Больше ничего. Одна буква А. Вы за Алексея Навального, который будет на следующей неделе в моей программе. 55-33, буква Б. 55. Еще раз. Медведев, 5-5-3-3, буква А. Навальный, 5-5-3-3, буква Б. Буквально 20 секунд для ваших голосов. Вопрос Белковскому. Вспоминая ваш тест, в реальном времени модернизация не будет без изменения политической системы. Это цитата, да, Стас Павлович? Да, я согласен. Пишет наш слушатель. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Отток мозгов продолжается, и он огромен. Чего ждать в этом смысле после 11-12-го года в случае, если политическая система не изменится? Не ждать модернизации, а ждать обвалы режима. Вот такой вот четкий, лаконичный, я бы сказал, ответ. Ну, господа, как вы думаете, вот какой результат тут мы сейчас получим? Ну, учитывая аудиторию, я думаю, что Навальный получил порядка 80-75%. Я думаю, скромнее, где-то 67-68 за Навального. Значит, ну вот я все остановил. Все, господа, 8 вечера, поэтому результаты следующие. 16% Дмитрий Медведев, 84% Алексей Навальный. Нет, я очень рад, потому что представитель Единой России сделал более точный прогноз. Спасибо всем. Павел Данилин, Станислав Белковский, Реальное время, Финомоф. Всего хорошо.